Ребятки, всем привет! Всем привет! Ребятки, я одним глазом с вами, а вторым глазом за дорогой слежу. Ну, потому что Саня не может без меня, да, Сань? Он не может без меня за руном. Что в комментариях только не писали. И выкинуть из машины, и остановиться потихонечку, и высадить эту гражданку. Что бы, а вот мой бы муж что бы сделал, а я бы, а мои бы нервы. Ну, ребятки, ну, не у всех же такие нервы, как у Саня, железобетонные. Даже вот многие написали, вот завидую Санечку такому. На букву Т я не буду говорить. Вот кто пишет, Санек, терпение тебе в бан сразу, перманентный, моментальный. Не надо, вот, не надо. Завидую Санечке, он пофигист просто, ребятки. Вот все, он ничего никогда не принимает близких сердцев. Вот, миссия, вот, вот так вот. Хорошо, значит, отлично, плохо. Короче, за борт, все. Разговоров нету, да? Да, я не заморачиваю. Он не заморачивается, ребятки. Вот мне бы так. А я все через себя переношу, понимаете? Все эмоционально. А ему пофиг. Ну вот. Потому что человек такой, натур такая. Хорошо, ребятки, этот блог не про Саню. Саня у нас самый лучший, самый любимый. Я его просто обожаю. Саня. Да? Вот. И Саня меня, кстати, ребятки, да, любит. А, я знаю. Сейчас придется в комментариях и скажет. Попробуй, скажи нет. Попробуй, скажи нет. А попробуй, скажи нет. Ребятки, ну вы же знаете, что будет кирдык-пердык, если он скажет нет. Правильно все. Ребятки, мы едем за мясом. Мы сколько там, два-три дня снимали. Не знаю. До этого сняла влог совсем коротенький, ребятки, 11 минут. Ну совсем, ну вот, прям. То из крайности в крайность. То 50 минут, то 11 минут. Я, значит, сделала эту ежевику. И все хорошо. Она в следующий день приходит смс-ка. Ой, ребятки, что ты так глядишь? Не слежу, ребятки, за дорогой. Не слежу. Потому что надо следить, чтобы кочек не было. Саня, аккуратнее. Ну, ребятки, дождь идет. Дождь, как из ведра. Саня, ты осторожнее. Там молния сверкает. Короче, мы едем. Я съела колбасу, купила. А у меня все как высыпало. У меня как все высыпало, знаете. И смс-ка пришла. У вас будет ливень, град, дождь, ветер, ураган. Урагана, града не было. Ну, Саня возил Рому на бокс. Там горсильный, да, дождь был? Да, капли. Там капли вот такие. Не град, а капли. А у нас так, мелочь, мелочь. Вот, мы едем в Белоречку увидеть. Вот такая погода, какой второй день уже. Темная, пасмурная. Ой, птички, смотрите, птички, ребятки. О, Саня, что-то птичек мне надо показать. И вот дождь, 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 дождь. Спрашивали в комментариях. Женщина говорит, что скоро приедет в Белореческ. Далеку, сарь, 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 вот на встречку едет. Вот какая может быть встречка, а? Такая подвидимость, а? Камазы летят. Вот это вот встречка улетит. Женщина говорит, вот Люба, приеду и... Скажите, пожалуйста, где мясо, где берете? Знаем, что магазин Магнат, а улицу не знаем. Улицу сейчас посмотрим, скажем. Ой, ой, благоярный, везут курицу. А улицу не знаю. А сухофрукты у меня визитка. Визитка дома. Если что, в Телеграм, напишите, кому нужно, где магазин сухофрукты. Скину визитку в Телеграм. Мы уже сейчас подъезжаем. Тут ехать у нас сколько? 10-12 минут до Белореченска. Вот так едем, едем. Я Саня говорю, Саня, глянь, а деревья-то зеленые уже. Вы уже смотрите, весна. Скоро уже лето. Не успеем глазом моркнуть. Ладно трава, а деревья-то зеленые, ребятки. Все, весна пришла. Весенние дожди. Льет и льет дождик. О, какие лужи. Тучи. Вот смотрите, ребятки, я здесь покажу, потому что там дождь идет. Кто вот спрашивал по счету магазина. Вот видите магнит. Вот этот, семейный. И вот дальше где магнит, по этой улице. Туда, туда. Вот тут ДНС на этой стороне. На этой стороне. И вот туда, туда идете. И по правой стороне будет у дороги этот магазин. Вот здесь горе, джинс, кари-мари, заправка. И вот прямо идете. Прямо и там будет магазин. Дождь идет, а мы зону не взяли. Как сани, сейчас будем как две бродячие собаки. Тут-то сверху деревья сейчас. Сейчас промокнем. А дождь-то идет. Идет дождь быстрее. Вот заправка. И вот там, вот так прямо идете. Он здесь напротив тоже мясной, но мы там не берем. Но там аптека напротив. А у нас прям вот. Вот так идете, идете. И в конце, последняя дверь там. Мясо. Вот здесь Камчатка-Сахалин. Вывеска следующая магнат. Все. И там вход в рынок. Вот, свежее мясо сюда. Курочка. Мясо. Селенина, да? Селенина. И говядинка. Шикарная. Ребятки, мы спросили. Магазин Магнат. Улица Мира, 85. Скорзяли совсем чуть-чуть. Вон, пакетик. Ага, шею и корейку. И нам говорят, что-то вы сегодня совсем мало. Совсем. О, картошка молодая. Смотри. Зашли в мясной напротив. Мы взяли лепешки. Но это больше как лаваши. Они огромные такие. Тепленькие. Так. Посмотрите налево, посмотрите направо. И бегом. Зашли в семейный магнит. Ребятки, лук репчатый. Лук репчатый. Это выгодно. Смотрите. По скидке. 89 рублей 99 копеек. Мы в шоке. А че это? А? Что происходит? Что происходит в этом мире? Лук. Кошмар. Огурцы вот 149. Огурцы гладкие 114. И лук 90. А мы едем. Саня говорит. Давай заедем. Заехали. Где вот сюда. На автозапчасти. И вышел мужчина. Замерил эти дворники. Там кончика. Касса. Резиночка отходит. Я говорю. Вишь, Саня. Это все из тебя. Потому что ты ими мало пользуешься. Вот дождь льет. Он их сам, знаете. Вот так. Вот так. Чик. Пальчиком. Потом опять набирается дождь. А потом опять пальчиком чик. А у меня, знаете, по нервам. Вот так чик. У меня так чик. Я говорю. Вот так включить. Вот так чик. И чтоб они хочется. Чик. Щук. 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 А он такое не любит. Вы писаете, что здесь творится в машине? Ой. Надо Веру уже скоро забирать. Вера до 11 сегодня учится. Сегодня короткий день, ребятки. Пятница. Короткий день. Не знаю. Уроки по 30 минут сказали. Вот красота. Дождь закончилась. Смотрите, небушка какое. Голубое. Что он там долго будет дворники выбирать? Что вы ничего? Зеленая, как крокодил. Что ты там несешь? Ага. Что? Подожди. А ты на переднее купил? А? А на заднее тоже купил? Да. А на заднее там же сказали, там же надо что-то. А зачем на заднюю? Ты задний хоть раз в жизни включал? Конечно. Там тоже резинка порвалась. А что такие резинки делают, а? Сколько стоит на передок? Комплект 800 рублей полностью. На передок? Нет. И на задок? Да. Полностью. А на задок-то зачем? Вообще зачем придумали на задок? Вот это вот, изгаляться. А здесь видишь кожа. Хорошо. А не проще было купить эти резинки и резинки приклеить? Нет. Так, сторонними. Здесь движение такое. Здесь улица какая? Улица Победы, по-моему, да? Да. Там тоже мужчина выезжает. А, вот не помнить машину показывал красный. Вот такой. Как это можно? Сань, осторожно. Победа, да? Нет, это мама москвича. Почему вот сейчас москвичин делают вот такие ретро-москвич? Было бы намного лучше, да? Крикольно было бы вообще. Смотрите, ребятки. Да-да-да. Какой? А сейчас москвич делать такая же, клуба на в толпе до вас со всеми машинами она теряется даже не поймешь что это сейчас вообще все смешалось да и китайские и корейские все да вот так вот не такой вау вау вот делали бы москвич вот москвичи именно таким каштан цветет ребят каштан цветет я спугалась девочка это там манекен стоит и ну вот девочка ребятки а он летит летит мать какие белореченские собаки умные на этом приходит на переходе приходят умные собаки красота весна весна красна а здесь смотрите это все протравили химией потом будут наверное или кукурузу или этот высаживать семечку подсолнечник видите все желтое птицы какие летают все протравленное и вот будут сеять скоро здесь все смотри уже по умер садили да все посеяли дома петухи поют вы знаете скинула видео оно получается это видео будет завтра то было вчера и вот спросила совет по поводу вот этих подсластитель которые продаются в пятерочке в магните именно эти подсластители сахарозаменители да вот как они продаются в отделе где отдел для диабетиков где там с фруктозой да там горький шоколад там всякие батончики на фруктозе уже ну все в таком духе и только один человек написал что уже 20 лет пользуюсь и все хорошо и вот женщина медик написала ни в коем случае не нужно это и в основном все пишут про какой-то фит парад фит не хит парад а фит парад фит парад 10 потом 7 вот эти цифры я сделала скриншот спасибо большое посмотрю на вал берез но вот эти написали что вот эти подсластители они ведут к онкологии вот честно говоря у меня до этого была я уже не знаю сколько лет она у меня была я ее недавно только допила там такие маленькие маленькие таблеточки знаете но они такие сладкие вот одной одной таблеточки хватало на всю кружку с кофе и получается сладко вот мы написали что это химия что это пить нельзя и многие пишут про стевию у нас же есть стевия вы знаете какая она у нее такой привкус какая-то она горькая и невозможно пить вот а вот этот фит хит пит я попробую я закажу и вот начала я пить эти свои таблетки вот эти витамины бады ну посмотрим нужно пропить там три месяца также я начала пить все уже от начала витамин d все ребятки отсчитываю три месяца и проверяю заново сдаю все анализы ну сахар то у меня смотрите сахар в норме идет 4,90 а у меня сахар 4,92 вот эта циферка 2 вот у меня какой сахар то есть это и не и много но и не норма как бы но 4,90 это норма а у меня 4,92 холестерин вот погода у нас то солнце то дождь то солнце то черное небо но я подвязалась шиповник что у нас тут эту ежевику спрашиваю что за сорт на час без колючек без шипов все я сейчас пойду готовить суп надо по-корейски сварить улиток подсобрать дел много ребятки спасибо за совет не возьму больше я этот и вам не советую почитайте в комментариях люди пишут дельные советы что нельзя нельзя есть другие препараты подсластители которые можно заменить и они натуральные все я пошла готовить я сварила суп по-корейски рис салат сделала огурец тут две маленькие помидорки маслом заправила растительным и лук зеленый и укроп специи в тарелочке не в тарелочке салатники перекладу и рис и сейчас будут все есть ребятки знаете в комментариях написали нам чтобы купили в фикс прайсе есть специальные губки которые отмывают вот этот вот белую белые тиранты сейчас мы едем рома отвезем на бокс заедем посмотрим эти губки как они меланиновые что ли называется ну вот нужно взять сейчас вам привет как все на глазах да зеленеет как все на глазах да зеленеет какая красота ох какая погодка дождь идет мелкий но идет красотка патрон давай роман александрович до скольки сегодня сегодня как обычно как а как обычно почти до 9 до 9 до позвони ладно позвони ладно бомбина чао дождь идет дождь идет дождь идет фикс прайс заедем надо это в губку купить в комментариях написали ну быстро да как строится смотри решетки на этих да на окнах вот вот смотрите какие вазочки юг 200 рублей фигурки всякие интересные почем они 150 и искать то эту кубку где она может быть да а где салфетки тряпки что она хоть себя представляет эта губка вот меламиновая да сколько стоит 2 штуки попробую сейчас домой приедем попробуем пакеты для запекания тоже нужно взять цены нету фольга обалдеть 249 рублей фольга здесь поменьше она же 349 99 поменьше 100 рублей а это почем 199 до особо прочная она да вот особо прочная давай ловим и большая 10 метров здесь гриль еще такой здесь нету ребятки да собой если куда-то ехать там горы а так если приглядеться что-то нужное что-то нет это вот соусница вот сейчас на весь стол соусницы как и гиги ну а не в этом светофоре 200 рублей не люблю толстая вот такое толстая не люблю будет там в золоте бриллиантах камушках вот если толстая посуда все у меня прям ей не люблю дальше рукой масленка фирма фирма веников не вяжет к туннель до какой-то что такое не придумают вот это да вот барахло еще шариками бывает такое барахло вот для чего же тонкая да ну вот вот не знаю ребятки вот это вот куда откуда вот это все такое вот кому-то нравится кто-то может просто украшать свою кухню засорять а кто-то использует если аккуратно ясненько все пошли сейчас саня заберет верочки юбка пришла до этого заказывали размер не тут перезаказали а дождь вовсю по крыше льет папы девочку нашли ребятки я не возьму это спасибо большое не возьму смотрите какое небо ребятки красное проснущие Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смочите губкой водой, слегка отожмите... Так, ну сейчас подождите, надо намочить... Отключу... Ребятки, намочила... Теперь, вот она у меня мокрая... Написано, как классик будет смывать все это... Ай! Что же это такое? Вот... Ну давайте проверим... Наши подписчики дорогие посоветовали... Так... Что-то он не стирает ничего... Только она порвалась... Может не так сильно надо? Не знаю... Ну-ка отожму... Как ластик написано... Что-то он рвется... А... Толку... О-о-о... Ребятки... Колхоз 40 лет без урожая... Что-то этот ластик весь вон рвется... Отмывать не отмывает... Ну вот он весь... Изорвался... Что-то... Ребятки, так проще намочить... Намылить эту тряпку мылом... В чем она меланиновая... При таком усилии... Можно и... Спокойно... А-а-а... Кто там на улице? Кто там на улице? Вера, не выходи, там холодно! Сейчас... Давай домой, мусенька! А-а-а-а... Заходи! Вера, давай спать! Короче, ребятки... Я не знаю, как этот ластик работает... Не знаю... Что он как... Вроде бы отмывает... Но грязь-то осталась... И где? У меня тут вон все... Ну-ка еще раз... Ну-ка давайте вот так... Может посильнее поднажать... Но она не стоит того, чтобы... Чтоб она так разлагалась... И... Столько усилий... Это не... Да тут любой тряпку намочи, мне кажется... Если вот так вот отдирать... Ну-ка... Ну-ка... Ну и что? Смотрите, что? Вот что с этой губкой... Капусту поставила... И что здесь? Ну вот... Грязь как была, так и есть... Нет, ребятушки... Мне такое не нравится дело... Я сейчас возьму тряпку... Хозяйственным мылом... И это будет лучше... Это меланиновая... Не знаю почему она так называется... Я выкину... Может я неправильно что-то делаю... Но... Нет... Ребятки... Я отмыла это... Руками... Так... Вот это... Я хочу... Приготовить... Шея... Приготовить... А эту... Корейку я хочу... Разобрать и убрать в морозилку... Тоже потом с нее буду готовить... Вот... То, что мы купили... Сейчас все замариную... И уберу в холодильник... Я все сделала... Замариновала мясо... Шею я убрала... И решила сделать все... Корейки... Одну часть я вырезала... Убрала... Потом куда-нибудь на второе... А... Вот это место... Которое самое такое... Красивое... Ровное... Я замариновала... Ночью у меня промаринуется... А завтра приготовлю в духовке... Хватит есть эту... Химозную колбасу... Какая бы она ни была... Какую мы только не покупали... Какую мы только не привыкали... Буду... Стараться... Чтоб дети ели... Мясо... Даже на... Хоть какое... Хоть как... Но без колбасы... Колбасы... Сосиски... Вот это... В этот раз взяли... Сосиски... Знаете какие... Вот у нас их здесь не продавали... Продавали только вот... В Москве... В Краснодаре... Черкизовские... Молочные... И когда вот... В Краснодар ездили... Там... Окей... Магазин брали... И... Всегда сосиски были идеальны... В этот раз... Увидели эти сосиски... Привезли к нам в магазин доброценный... По полтора килограмм... Там... Саня взял упаковку... Мы их сварили... И есть невозможно... Это просто какое-то чудовище... Я говорю... Все... Хватит... Потому что это уже... Знаете как вот... Как каждый день пьем воду... Каждый день у нас эти сосиски и колбасы... Хватит... Я делала домашние колбасы... Брала специально... Натуральную... Как она называется... На че... Короче оболочка... Да если вот так сказать... Какое только не делала... И куриную... И свиную... И свиноговяжью... Вера у нас не ест... Ну вот сейчас... Буду запекать куском... Замариновала вкусненько... И... Завтра приготовлю... И... Будут дети есть так... Так что другое есть они не будут больше... Все... Так что вот такие дела ребятки... У нас дождь... Солнце... Дождь... Солнце... Дождь... Солнце... Была молния... Был гром сегодня... Что-то говорят... Вроде бы... Белореченский район... Там... Град прошел... Ребятки... Если кто живет... Скажите... Был град или нет... Потому что захожу в новостные... Каналы... Телеграм... Краснодарский край... Град прошел... Прям хороший... Но у нас прям вот... Не было его... Слава Богу... Так что такие дела ребятки... Все у нас уже все спят... Я тоже пошла купаться... Время час ночи... И... Завтра у меня дел очень много... Всем спасибо... Спасибо за совет с этим... Сахарозаменителем... Огромное спасибо... Я его больше никогда в жизни не возьму... Вот... И... Закажу... То что вы сказали... Все ребятки... Всем спасибо... Всем пока-пока...